Фестивальный не поменяет кардинальную афишу, но станет новой площадкой для всевозможных фестивалей. Об этом сообщил сегодня официально назначенный на должность директора концертного зала Андрей Безроднов. Его место, начальник управления молодежной политики администрации Сочи, занял Бахтан Хикланзе, который также намерен внести ряд корректив в работу с молодежью. А новым начальником управления социальной политики стал Александр Митников. Должны поменять направленность. И наше управление, социальное управление, оно должно для всех наших общественных организаций, инвалидов, стать надежным партнером, любимым партнером. Изменения должны коснуться и внешнего облика курорта. Глава города дал поручение главам районов и управлению дизайна провести мониторинг каждой сочинской улицы и в течение 10 дней внести предложение по улучшению внешнего вида. Вот это задача задач. Надо строить, надо делать, но при этом, я еще раз говорю, город выглядеть должен красиво. Мы знаем, что сейчас и фасады домов надо покрасить, и фасады офисов, и фасады банков. Обновления ждут не только дома, но и дороги. Их будут ремонтировать по федеральной программе. Выделено 830 миллионов рублей. Часть дорог отремонтируют на краевые средства. Это касается в первую очередь аварийных участков и оползневых, которые идут к объектам показа. Напомнил глава города о необходимости кранировать деревья и продолжать борьбу с карантинными вредителями. Речь шла на планерке и о продолжении работы по сносу аварийных жилых домов. В прошлом году демонтировано 18. 131 квартира будет выделена в доме на улице Вишневая, в том числе и для переселенцев с Инжирной и Перелетной. На данный момент задачи, поставленные в дорожной карте на 2018 год, выполнены. В настоящий момент сформирована карта дорожная на этот год. По ней мы должны снести оставшиеся 11 домов. В Сочи продолжается и снос незаконных построек. Это 54 объекта незаконного строительства, снос которых проводится по решению суда с привлечением строительных организаций. Отчитался о профилактической работе с населением представитель газовой службы. Глава города поставил задачу обеспечить безопасность при эксплуатации газового оборудования всего жилого сектора. А город тем временем подошел к важной дате пятилетия со дня проведения Олимпиады. В Сочи отмечать будут три дня 10 февраля, 11 и 14. Они будут насыщены разнообразными мероприятиями. В том числе состоится мастер-класс по скандинавской ходьбе по трассе Формула-1 от Ирины Слуцкой. Все это будет происходить у нас, конечно, на наших горнолыжных курортах, а именно на горке город на второй очереди, куда все наши желающие поучаствовать в этом мероприятии. Горожане могут подняться бесплатно с 9 до 10 на подъемники. Это нам предоставляет курорт. В 10 часов начнется мероприятие, которое будет включать в себя, конечно, торжественную часть. И мы будем вспоминать наши легендарные страницы истории города. Мероприятия будут проходить на горнолыжных курортах и в Олимпийском парке. Повезет тем, у кого сохранился паспорт болельщика 2014 года. Тогда вход на все олимпийские объекты, где будут проводиться мероприятия, будет бесплатным. Гелена Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.